В период с 7 по 10 сентября только на территории города 5 человек погибли в результате пожаров. Тенденция неутешительная. Поэтому сотрудники госпожнадзора усилили свою профилактическую атаку на жителей. С ними проводят разъяснительную работу, ходят по адресам, на улицах города вручают листовки. По статистике в группе риска неблагонадежные граждане и семьи, где много пьют и мало работают. Им не до правил обращения с огнем. Надо предупредить возможный пожар. Мы постараемся неоднократно те антисоциальные семьи обойти по нескольку раз в год и предупредить их о том, чтобы люди соблюдали требования пожарной безопасности. Естественно, если до них не доходит, то мы им еще раз напомним. В этой квартире живут трое детей школьного возраста. Их родителям не до воспитания, поэтому малышня предоставлена сама себе. Ячейка общества на карандаше у органов опеки. Держи эту раскраску пожарной безопасности. Для себя ознакомьтесь там. Читать имеете, я думаю, да? Ознакомьтесь с правилами. Там все написано для детей, чтобы вы знали основные требования пожарной безопасности. Красочной форме, карандашиками можете там картиночки разукрасить. Наша съемочная группа пришла в гости к семье с утра. Родители уже были под мухой. Дети в школу не пошли. Значит, пора звонить в комиссию по делам несовершеннолетних. И детей спасать, пока они не принесли вред соседям. А они могут. Там, где живут неполученные семьи, вот там нам соседи жаловались, что вот был пожар несколько месяцев назад. Дети вот, их дети играли с огнем, подожгли что-то, значит, там сарай сгорел. Позвали пожарную охрану, и соцзащиту жаловались, и в полицию. Ну, пока меры принимаются. Кроме полезных советов, сотрудники огненного ведомства дарят жителям пожарные извещатели. Такой приборчик с звуковым сигналом предупредит о задымлении. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.